Депутаты решили отойти от традиционной формы и обсудить основные моменты доклада об итогах работы Брянской городской администрации в режиме живой дискуссии. В частности, народных избранников интересовала программа благоустройства дворовых территорий. В этом году капитально отремонтировано 33 брянских двора. Раньше мы отработали, сделали дорогу, уходили и не всегда после нас то, что сделано было, содержалось. Сейчас значительная глубже задача привести в порядок, передать жителям дома обустроенной территории, убедить в том, чтобы поддерживали порядок, проводили какие-то общественные мероприятия. То есть жил, двор жил. Не обошли стороной депутаты и вопрос финансов. За первое полугодие текущего года бюджетом города собрано на 2 миллиарда налогов больше, чем за аналогичный период 2016-го. Помимо этого, значительную часть финансовых средств областная столица получит в рамках межбюджетных отношений. Выделяются деньги и на ремонт нашей лестницы, и на приобретение транспорта. В этом году, я надеюсь, что у нас появится больше 60 новых автобусов, которые будут перевозить наших жителей. Выделяются деньги и на ремонт коллектора, то есть нашего водоканала. Много направлений, по которым правительство нас понимает, и губернатор нас понимает, и дополнительно выделяет средства. Оживленную дискуссию вызвал и доклад председателя городского спорткомитета Александра Погорелова, в котором он рассказал о состоянии спортивных школ областного центра. Всегда на постоянном контроле наши спортивные школы, спорт и депутатский корпус хочет навести порядок в наших спортивных школах для того, чтобы наши дети ушли с улицы, посещали спортивные школы и получали в полном объеме те услуги, которые предоставляет спортивная школа. И бесплатно. Помимо этого, депутаты рассмотрели ряд кадровых и имущественных вопросов и приняли решение о создании книги почета Брянска, в которую будут занесены имена заслуженных уроженцев города. Дмитрий Кузнецов, Игорь Винничук. События. Брянск.